Дота 2 В четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на tipo.starluder.tv Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV И очередная пара команд. Итак, Asiris Gaming против команды CNB Sports Club Dota 2. У нас уже, видите, сделаны первые пики. Давайте быстренько сперва посмотрим сеточку, что же у нас там происходит на данный момент. Если такое доступно. Да, доступно. Итак, команда CNB имеет 2 побед, а то поражение 6 очков. И команда Asiris 3 поражения пока без побед. Но, видимо, идут пока очень-очень плохо. Быстренько по статистикам. Посмотрим, как они себя показывали в течение этого года. Видим, что у обеих команд матчей сыграны не так уж и много. У команды CNB немножечко побольше. 18 матчей, ну, в профессиональной опять же играх. 3 матча у Asiris Gaming. В целом, видим, что побольше стата у CNB. Больше фрагов делают, да, больше ассистов. То есть играет немножечко получше. Так, ну и давайте уже непосредственно к самой карте будем переходить. Итак, CNB за Рейдентов, за Тайр у нас, ребята, из Asiris Gaming. Ну, Asiris' им, конечно, нужна победа. Все-таки Лустрик достаточно такой обидный. 3 поражения подряд хочется как-то разнообразить. Это их череду неудач одной победки какой-нибудь. Ну, а CNB должны, конечно же, драться. Драться за место повыше в рамках этих 11 команд, в рамках этой квалификации американской. И поэтому тоже будут стараться, конечно же. Итак, CNB за Рейдентов, за Тайр и Сирис Gaming. Сенкинг Миран от CNB моментальный. Сирис избирает ряд Продектора и Ио. В банах у нас Батрайдер Нага. Минус Ликонтроп, минус Инвокер. И Шоттудемон тоже отправился в небытие. Вторая стадия банов у нас идет. Смотрим. Ну, по этой делу, составы неизмененные. И Сирис играет с Нахидара, ДТХ, Попита, Зирдо и Фулбек. Ну и CNB и Спортсклаб ДТ2. У нас Нед, Дава, Кингер Ди, Бага и Фодиер. Ну, сегодня один матч мы у Исирисов уже смотрели. Проказали они себя, ну, не самым, наверное, лучшим образом. Хотя и соперники у них были достаточно серьезные. Синьей, у них с Ассасинс вот эти вот победили. Вспоминает сразу игра, где Исирисы уже играли через Триан Протектора и через Рейвкинга. У них там не пошло. Ну, в этой карте, опять же, они сделали ставку, видим, на этого тринта. Они сразу ферст пиком его забирают. Ну, нравится им этот персонаж. Посмотрим, как они на нем будут исполнять. Что интересно, второй пик, это Ио. Уже готовится какая-то комбинация, комбинация с каким-то персонажем. Я не знаю, будет ли это Ио, например, плюс Тинни, или Ио, плюс Рикимару, или кто-либо еще. Поглядим, во второй стадии пиков. Ну, а пока баны. Итак, минус Кентавр, минус Шторм Спирит, еще один бан нужно сделать Тин Би. Думают они над своим следующим персонажем. Ну, видимо, пока избавляются от мидеров. То есть убирают самых неприятных, видимо, для себя. Исириусы банят то суппортов, то флейнеров, то есть по очереди. Ну, то брали еще Морфинга Син Би. И вторая стадия пиков, самая интересная часть. Итак, ну, понятно, почему был бан Шадоу Демна. То есть избавляемся связки с Амираной. Боимся эту связку. Но они не забанили Пейна, поэтому Син Би имеет хорошую возможность персонажа забрать. Но, опять же, если не Пейн, то, например, какой-то Шадоу Шаман весьма неплохо может, в принципе, сюда вписаться. Ну, с другой стороны, уже есть Син Кейн, как бы какая-никакая, но это тоже достаточно хорошая комбинация спилов. То есть Бороу Страйк плюс Эрро. Работает, может быть, не в 100% случаях, но в целом хорошая комбинация и дает хорошие показатели. Если грамотно реализовывать, все будет получаться. Ну, вот Дисраптор добирает себя третьим пиком. Хороший суппорт. И мы прекрасно с вами теперь понимаем, что Миран у нас становится семи-керри героем. Два суппорта Син Кейн и Дисраптор. Сформировали себе триплу, пока вроде все спокойно. Ну, и вот у Сириусов Гейминг не так все спокойно. У них тут интрига сейчас. Надо думать, кто же будет у нас Ио. Ну, вообще, конечно, чем пик хорош Дисраптора, то что он, на самом деле, контрит любую связку Ио с кем-то. То есть, один достаточно юзать Глимс и все. Противник улетает откуда-то, откуда он прилетел. Откуда он прилетел. Достаточно простая контра. Ну, если врывается, опять же, не в Дисраптор. То бывает, он из прокаста не выходит никуда. Это такое. Ну что, Хидара, Тини, берем или не берем? Ну, надо брать. Ну, взяли Ио, убери Тини. Лучше связки на данный момент, наверное, нету. Да? То есть, ну, раньше, конечно же, Ио плюс ЦК были. В 100% вариантах их брали. Да, потом, немножечко изменили действия Тизера. Да, он теперь больше не станет. Поэтому от ЦК стали отказываться. В поле Дутини. Ну, и вот думает Энхидара. Может быть, он думает взять не третьим пиком, а четвертым. А сейчас герою какого-то понужнее. Какого-то в мид персонажа взять. Или на оффлейн. Например, тот же самый Тайтхантер до сих пор еще свободен. Почему бы и нет? Ну, а пока, ладно, у нас делает свой выбор Энхидара. Мы с вами еще раз повторим то, что мы смотрим эту официальную трансляцию на канале twitch.tv. И голосуем в моем паблике. vk.com. Собственно, там висит голосование. Выбирайте команду, которая, на ваш взгляд, должна побеждать в рамках этой встречи. А потом уже узнаем, правы ли были комьюнити или не правы. Итак, пака себе забрали, видим. Ребята, из-за series gaming темпларочку забирают C&P. Что получается? То есть, пак в мид. И герокоптера берут, и series. Это очень интересно. Это невероятно интересно. Тепла арочка от 7-бит в принципе понятно. Персонаж в мид. Я же не понимаю просто, что делать будет Ио. С кем он будет льдать? С герокоптером? Ну, прокаст-то хороший, однако цеплять-то, по сути дела, нечем. То есть, какого-то инициирования здесь даже и не предвидится. Ну, ладно. Ну, окей, то есть, герокоптер с Ио, с тренд протектором, например, трепла, пак в мид. Не хватает оффлейнера. А вот, например, теперь забрали C&P. Очень интересный такой бан. Он просто, видимо, избавляется от имбалансных персонажей, получается. Ну, и series тоже last ban. И, казалось бы, тоже нужно убирать какого-то соло-персонажа. Ну, в принципе, такой треплой ребята из C&P могут отправиться в сложную линию. И там убивать противника. То есть, напрягать герокоптера, не давать ему фармить. Потому что там трипланы вообще не агрессивные нисколько. Им там делать, по сути дела, нечего. Они будут только бить крипов. Вот. И не дать бить крипов, в принципе, с ним беспособны. Ну, сейчас у нас last ban от Enhidara. Не торопится пока он опять же выполняет. Свою миссию пиковающего героя, пиковающего игрока. Ну, вот он минус Darkseer сделал, минус Offlayer. Но вот почему-то забывают ребята про Tidehunter. Но, в принципе, он в пуле, его можно брать. Окей, давайте посмотрим. Ну что, пятый пик от CNB. Нет. Нет, думай. Надо брать... Я не знаю, ну, кого-то можно, типа, даже к себе керри взять на легкую линию. В соло постоит и пофармить. Запросто. А триплу сложно отправить. Нет, трипла вполне может убивать. Ну, или же по-доброму поставить триплу в легкую. И поставить код у оффлайнера на сложную. Против триплы противника. Ну, сейчас, видимо, нет как раз об этом мы думаем. Что же лучше сделать? Хотя, может быть, такой еще один вариант. То есть взять код керри героя по стабильней, да, понатежнее. Чтоб лететь от ащил. Подвязать ему два суппорта с Инкигой и Дисраптора. Амиран отправится на оффлайн соло. Такой вариант, в принципе, тоже возможен. Ну, вот и нет сейчас думает. И серийс гейминг. Опять же, удивляет своим пиком, да. Вот ее с герокоптером. Или, может быть, с кем-то другим. Может быть, ласт пиком что-то заедет, да. Я все еще не исключаю моментов, что, например, ее плюс тени пойдут в мид. Пак на сложное. Тренд протектор герокоптер на легкую линию. Тренд будет нас, конечно же, саппортить. И делать отводы герокоптер будет фармить. В целом, можно будет выйти даже в 2 керри. Может быть, ласт пиком все-таки заберут эту герокоптеру. Ну, посмотрим. Нет. Пошел уже в топ-тайм. Ну и думай. По-прежнему думает. Ну, вариантов No Flame еще масса, да. Clockwork, Hunter, Bounty Hunter, Viver какой-нибудь. Да не знаю, ну, миллион. Clockwork собирает, окей. Пусть будет Clockwork, но No Flame все вроде бы в порядке. Или можно пройти на легкую, опять же, 3-пу сложную. То есть, тут еще, нет, я думаю, подумает, как лучше расставить. И, наверное, на многом все это будет зависеть от последнего пика от DCS Gaming. Кто же это пятый персонаж? Давай, Анхидара. Делай свой выбор. Мало времени осталось до пика и мало времени, чтобы подумать. Думать надо было во время пика противника. Ну, или просто плюем. Оставляем 3+, и вот рент протектор герокоптер на легкой паке в мид. Берем на сложную линию какого-то хорошего оффлейнера. И все, идем играть в Тоту. Дальше его поднимается белый В6 через лес. И с герокоптером они летают, пытаются всех убить. Вот вариант такой. Найкс забирает. Найкс. Найкс это очень интересно. Найкс это... Нимоверно интересно. Окей, ладно, ребята сделали свой герой. Сейчас посмотрим, куда отправится Найкс. Ну, я сколько знаю, фуллбек играет у нас на чистом керри героя. Поэтому герокоптер у нас действительно будет керри ярко выраженная. Найкс, возможно, будет оффлейнером. Ну, поглядим, как оно будет. Сейчас ребята разбирают себе героев. Ну, а мы с вами будем включать ингейм на такую штуку. Ага, и будем смотреть за тот кайп. Ну, самая интересная часть у нас сейчас начнется. Да свершится предначертанное. Так. Ну, кстати, я пока чекаю паблик. Я вижу, что здесь за Синьги больше народу голосует. Все-таки действительно они будут фаворитами в рамках данной встречи. За них, видим, 72% проголосовавших. И Сириус только 27%. Не верит. Ну что, ребята, разобрали себе героев. Ставим добби-добби. И давайте смотреть, кто на ком, зачем и почему. Итак, Кингер Ди будет играть на Стамиране. Товарищи Нэтт, капитан команд на Синькинге. Фодиер будет играть на Теплар Ассасин. Бага. Дисраптор. Ну, и Тава будет играть у нас на Клокверке. Это ребята из Синьби. Ну, и Сириус Гейминг. Дайры. Папита будет играть в Тренд Протекторе. Фулл Дайк будет играть на Герокоптере. Найкс у нас в зерна. Энки Дары, капитан команд на Ио. И ДДХ на паке. Вот уже, видим, подвязался Ио. Тренд тут у Протекторов. Здесь может интересная стычка такая получиться. Тренд. Развел ситуацию. Видят они здесь Энкига. И на него пошла атака. Тренд. Вот такие плюхи будут давать. Эро! Залетел Фулл Бяка. Но они побаиваются. По-прежнему Тренд Протектор. Вот он Лич Сид. На багу. Ну, он достаточно агрессивный такой тренд получился с Ио. Блин, вообще ходит такой демон. Действительно 85 демэджа с руки. И плюс ко всему у него очень хорошая скорость атаки будет. Под Ио-то. Ну, в НАТО так поагрессировали. Спугали противника. Видимо, поставили вардец. И разбежались. Кто куда. А кто куда? В сложную или триплаз с Герокоптером отправиться. Или что? Или Найкс не составит одного терпеть. Пока непонятно. Ну, и по всей видимости, Найкс оф лейнер. Ну, не знаю. Да, Найкс, конечно, будет здесь терпеть жестко. Его будут здесь пинать. Он будет фармить очень плохо. Но, в принципе, этот персонаж, который имеет лейт-потенциал. И если дадите им больше простора для фарма, то он свои шмотки вывезет. Но для счастья, Найксу, по сути дела, многого не надо. Да, покупаем себе армятов Мортика, какой-нибудь Башер. И все, идем убивать. Так, ну и у нас это Паунс ставится. Ну, окей. Надеюсь, у нас ненадолго эти паузы. То есть, если будут какие-то проблемы, то проблемы будут у нас быстро решаться. И будут возвращаться игроки в дотку. А теперь, как не хочется. Ну, тем более, что у нас еще осталось, помимо этой карты, три матча. Ну, на всех стримах, как я понимаю. Да, у нас там потом, после этого матча, Ревенш против Синей будут играть. Снова Никсы ворвутся. Потом Нес против Синей. То есть, опять Никсы будут играть. И последняя катка на сегодняшнем вот этом стриме. Старландер 4. Это вообще Ликвид против Нары. Это круто. Это самый крутой матч, наверное, будет из всех. Так, ну, мы ждем по Тму. Мираны по-прежнему нету. Ждем мы, скорее всего, возвращения. Да, ребят, ну, пока вы параллельно, конечно же, можете срелить с другими трансляциями. Они вполне все доступны. То есть, Старландер 1, Старландер 2, Старландер 3. Игры уже идут. Чекайте, смотрите за стримами. И будьте в курсе всех матчей. Спасибо. 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 Ринков Базилиус включаем, идем пушить. Заставляем стягивать сюда оппонента. Вариант хороший. Начинаем бить через атаку крипов. Причем, в Кигороде вообще никого не добиваются практически. Очень плохо. Ну, а здесь там парочка, пока приседает Герокоптера и Ио. Тизер есть. Да, тут Рокот Берджи, конечно, постоянно. Фодиер пытается откидываться чем-то. Ну, если не только рефракшн. Это, в принципе, должно его спасать. Купил себе Фрэвбент. Не на фаст боттл у него закуп. Но все равно, думаю, рано или поздно этот боттл появится. Ну, здесь, конечно, важно, чтобы именно Ио боттл купил. Больше никому не нужно. А Герокоптер нафармил себе какие-то хорошие артефакты, которые будут полезны и в битгейме, и в лейтгейме тоже. Ну, Као. Таво. Неплохо себя чувствует науфлейдинг, как-то, если пока левел второй. Есть у него Коди, есть батареассалт. Ну, прокачивается на случай, чтобы можно было сделать какой-то фраг, да. То есть такой дефолтный, скажем, скрытый скилл билд, который он пока не показывает. Вот видим, ракетку прокачал на днерку тоже. Значит, более-менее стабильный, стабилизированный получился у него. Спллбилд. Так. Инвисты у нас поднимает сангеку, о чем мы и говорили, да. То есть освобождаются у нас суппорты от задачи помогать своему керри герою фармить. Он там фармит, она и так спокойно. А вот здесь может кого-то цеплять, подцепляет ее. Есть Бороу Страйк до первого уровня. Там пытался с Мелда парочку ударов сделать депларочка. Даже без Мелда, просто с рефракшна. Кстати, в ответочку неплохо пробил ее Герокоптер. Таким, фрак не получилось сделать ни у тех, ни у других. И по-прежнему счет 0-0. Ну, хоть какую-то активность здесь уже устраивает ребят из СНБ. Главное не давать Герокоптеру фрифарма. Все будет окей. Ну, здесь Мирана, поэтому делаем у нас топовый ПКС будет. 14 на 0. Базелис по-прежнему включенный. Немножечко подпушивает крипочком здесь. А, вот смещается Найкс. Найкс в рюсу постоял, получил себе полтора левела. Сейчас у нас два с половиной. Есть сапог, кстати. Теперь будет немножечко попроще. Ну, что интересно, Рейдж не прокачал. Это большой провал. Снова попытка Герокоптера забрать у нас темпларку. Прогоняет ее по тауэр. Ну и нужно... Нужит боттл. Боттла нету. Это очень плохо. Вот этот фрейфбенд немножечко сейчас мешает темпларочке хорошо стоять на линии. То есть, был бы закоп какой-то фаст боттл, у нее бы уже был боттл, она бы себя комфортно чувствовала. Постоянно бы этот боттл обузил через Курьера. Рефракшн прожимала. Жила бы долго, счастливо. Все было бы хорошо. А пока мы видим проблемы. Рокот Береджи. Ну, правда, появился Мелл. Теперь можно под Меллом стоять. Ну и Найкс наконец скачал свой рейдж. Так, и здесь, смотрите, находит нас Тарьштаво. Попита. До конца лезть не стал. Стянул на себя крипочков. Отправится по тауэр. Он их будет спокойно забирать. Ну, есть Талтшилд. Какое-то количество урона будет блокироваться. Сапог тоже имеется. Левел четвертый. Ну, если мы сравним с двух оффлейнеров, прекрасно понимаем, что и СНБ в этом плане дела обстоят получше. С другой стороны, также понимаем, что Клокверк у нас, к сожалению, не Найкс. И в лейдзе Клокверк поменьше шансов сделать полезное, чем у того же самого Найкса. Найкс, как бы там не было, нафармить себе какой-нибудь Медасно, рано или поздно. Или даже без Медаса, купить себе аромлеты и будет в этот Клокверк просто жрать. Поэтому, Клокверку, если хочется быть лучше, чем Найкс, нужно, конечно, раза в два его перефармить, как минимум. Ну, и обходить по XP, конечно же, тоже. Миран у нас Сапог. Покупает себе левел пятый упор, сделан на Штарштормы. Есть Эрол, есть Лип. У нас Дистратор продолжает заниматься пулами. Левел третий, второй Глимс. Ну, а Сэн Кинг делает себе также пулы на нейтралах. И, конечно же, через Сэн Шторм все это дело выфармливает. Такой мы расклад прекрасно с вами знаем. Это расклад на то, чтобы дофармить себе очень быстро таггер. И уже пытаться как-то внедряться в стан противника через эпицентр и через свой таггер. Так, ну и у нас вот подпушивается линия. Есть Сэн Шторм, подъехал у нас к этой вот тележечке. Потягивает сюда Дистратор, начинает тавру пробивать. На полхп его что-то снесли. На дефе никого нет и никто не успеет, по всей видимости, туда сместиться. Однако есть тренд. Пока тренд Ливенгармором спасает. И с чемпистриками расправились. Видимо, Сэн Шторм прежнему бьет. Вот опять же, новая пачка крипов. Glyph Fortification. Все потратили, ребята, из Sirius Gaming. Ну да, может, по-любому не отдефают. Этот Glyph был потрачен просто в пустую. И KingRD, по всей видимости, получает себе просто денежку. Левую денежку. Ни за что. Полуторный еще денег сверху есть. В принципе, можно подумать о том, что купите быстрый Мидас. Почему бы и нет? И продолжает стоять на линии. Сюда сместился тренд. Тренд у нас проседает Сэн Штормов. Левел третий. Получает экспо. Видим. Все попытки забрать темпларовочку оказались щитны. Даже ставили сентривордец. Мы видим. И, ну, Фотиер все грамотно делает. Refraction. Melt. И появляется уже Ботл. Ну вот, с Ботлом можно вздохнуть спокойно. И спокойно находиться на этой линии. Так, что у нас там на топ-лейне? На топ-лейне у нас DDX. Сапог Рикофф Базилиус выключенный. Левел пятый. Второй у него Сайленс. Первый. Второй у Лизориорп. А есть фейзилка вверх и левел шестой. Кстати, хукшот имеет. Значит, имеет возможность с кого-то сейчас влететь. Это кто-то может оказаться в миде гирокоптеров. А может оказаться Ио тоже в миде. В общем, вариантов масса. И вот видим, Таву потихонечку пошел в мид. Рядом, видите, находится еще и нет. Есть сапог 1300. Моя тут себе выформил. Пока до дагера еще далековато. Но, тем не менее, большую часть он уже насобирал. Видит он здесь рун. Оставляет этот топ-ларочки. Топ-ларочка. А будет Ботл пока через Курьера. То есть, чем у меня сверху есть. Нужно бы еще сапог себе прикупить. Чтобы совсем все было замечательно. Так, Нэд. Третий Бороустрайк, кстати. Хочется влететь. Влетает Астава. Хорошо, увы. И он начинает его прогрызать. Те же Коги. Где Коги? Коги не ставят. Почему-то просто без руки Бороустрайк. От исполнения Санкига. Отлично. 1-0 в пользу, ребята, из Сенкига. Наразорщик Кирком-то пытается драться. Вот они, Коги. Откидывает противника. В Белт спрятался Фодиерс. Сантримарда здесь нет. И отлично так от Сенки. Ну, что мы говорили. Быстрое получение хукшота. И Коги начинает себя реализовать. В отличие от того же самого Найкса. Те же самые иллюзии. И Ботл подлетает. Можно неплохо подхилиться изначально. Просто с заполненного Ботла. Потом взять еще иллюзию. И опять то же самое повторить. На фулл можно восстановиться. Ну, забрали ее. Опять же, умер суппорт. Это, в принципе, не так важно. Но главное, что Феррис Батт за CNP. То есть, они себе деньги заработали. А еще берем в расчет тот факт, что они заработали себе и деньги с Тауэра. То есть, у них по всем фронтам пока отлично. Так. Купил себе ПТ. Хочет купить себе Даггер. Кстати, по всей видимости, купить себе Даггер позже, чем с Сенкинку. Сенкинга осталась всего лишь одну. Один нейтрал. Один спалл-нейтрала убить. Так, на Фодиер атака. Ставит трэп. Очень сильно пробивает его здесь Хидара. Замедление на развороте Фодиер. Да ладно, пивается Батлом Смелт. Удар, как же более фракшен. Еще и залетала ракетка. Это 2-0. Не хватило дэмэджа ребятам из Сириус. Они просто просели. Напали сами, но и встряли тоже сами. Глимс! Поцепили еще и фуллбека троем. Вот и зажимают коки. Это фраг очередной. 3-0 на ровном месте. Делать ребят из Сенкинга. Наконец, полезно встал тоже Дисраптор. Третий Глимс решает. Ну и вот такая вот доминация получается в исполнении Сенкинга. Молодцы, молодцы. Больше ничего, конечно, не добавишь. Вообще, конечно, Сенкинга достаточно сильно у нас показывает себя в этих квалификациях, да? То есть я уже говорил, у них еще 2-1. Побеждают, ребята. Никто от них такого даже не ожидал. Они умеют, они могут. Ну, ребята, до встречи пошла. Что же придумают ребята из-за Сириус? Тут у нас Трама Фэнджелс намечается у Мирана. С ним скоро появится. Левел седьмой продолжает стоять на легкой линии. Здесь у Темпларочки, кстати, 2-0-0 СМИ, да? Хоть ее и стояло против таблы, а только выходит. Отличные артефакты. Подотворц, кстати, топ-2 после Мирана. Неплохо. Пак, кстати, топ-3. Вот на легкой линии Пак стоит постоянно. Тут вообще не уходит, не смещается. Команде не помогает. Пытается уформить себе Даггер. Ну, а дальше 2 героя из Синби, опять же. Сначала бодрое. Очень даже бодрое. Так, Сенкинг с Даггером. Уже это очень-очень важно. Есть Даггер, есть лв6-й степи-центр. Все, под смоком. Убивать. Убивать можно Найкса. Изи. Главное, поймать Броустрайком, пока он не заюзил рейдж. Это самый главный момент. И Нед, думаю, должен сейчас постараться исполнить как-нибудь. Так, ворвался Броустрайк. Залетает Эрро, Старшторм, Эпицентр. И Найкс с пятасов и репочка единственной, который здесь был. Это провал. Ну, неправильно начали. Неправильно. Вылезает он из Дезинфеста, да, и живых остается. Ну, заюзил это Эпицентр, потом облетит с Даггера и сделает Броустрайк. Найкс не успеет среагировать. Это был бы фраг 100%. А так получилось не очень. А так, а так ошибаться пока могут позволить себе ребята из Синби. Ибо... Ибо... Ибо они выиграют уже 3000 по деньгам. А по XP 2000. Так. 1100 монет. Таггера еще далековато. Тренд. Сапог реквизирует. С левел 6 есть оверграф. Пока маны не хватает. Иоу. Левел 5. Есть две смерти. Ну и может быть, когда получат себе левел 6, Иоу что-то получит. Союз Исириус. А не патрилокейтам. Будут нападать. Может, тратить какой-то экшен. Но пока, видим, все идет не в их пользу. Так, Энвиз пошел от Мираны. Попытка на топе кого-то зацепить. Так. Подтягиваются, подтягиваются. У нас тут на обход идет темпларочка. Нужно поставить трэп, чтобы был вижен. Полное отсутствие вардов. И... Мидас в темпларке, кстати. Ну, игра позволяет собирать имидас. 2-0 смида. Опять же, хороший кс. Топовый нетфорс уже на карте стал. Да, и с Мидасом она свои шмотки тоже будет вывозить. Где Герокоптер? Хочется тоже его увидеть. И хочется ему также обозначить тот факт, что он топ-4 по Нетфорсу. И пока, видим, что имеет он Ринков Базилиус. Ринков Аквила, видим, что у него тут намечается. Собственно, Фейзы, Боттал. Ну, промежуточные артефакты пока собирает себе. Сложно сказать о его что-то айтембилде. Не умирал. Это, наверное, самое главное. 0-1. А, умирал, извините. 0-1-0. Так, ну и не оставляй попытки, ребята, из Синги сделать фраг. Ну, вот давай на этот раз сделай все правильно. А, не может ничего сделать. Он здесь Синькик у него в колдауне. Эпицентр. Да и маны не хватает даже. Литарно на Бороустрайк. Ну, приходит Мирана вниз. Окей, прогоняет. Здесь Найкса пак. Полторы тысячи денег. Остался бы на легкой линии лучше дофармить себе до Таггера. Но оставили здесь Тринта. Чтобы тоже себе шмотки вынес. Ставов из робот-дамаги есть чейдмейл. Будет делать тебе Блэйдмейл. Там была ручка. Продолжает. Юзит свой Мидас. Отправляется в лески. Да, он ожирает. Икспа. Все хорошо. Невел 9. Так, ну это в низе. Поцепляйтесь. Таким, Найкса есть. Бороустрайк. Хорошо. Ульта у нас. Дисраптор выходит из-под нее товарищ Найкс. Но он сделать ничего не смог. Рейджевой тут явно не спасает. Ну и 4-0 в пользу Синби. Ой, стянулись. И ее плюс... Просто обратно улетят. Да. Ну, такое. Видим, что и Сирисом просто немножечко не хватает. Может быть опыта где-то. Где-то может быть индивидуального мастерства. Каких-то командных взаимодействий. Стратегии, опять же. Грамотного капитана. То есть. Ну, таких вот моментов. И суммарно, конечно, они вот, видимо, ничего не показывают против команды Синби. Ну, продолжает эта парочка с дабл дэмом. Вот же подпушивает мидлейн. Там есть грифортификейшн. В принципе, еще и Ливен Карбор пока висит. Немножечко подгрызает. Да ладно, нам Кокверка собрали. А, Кокверк здесь просто решил героя включить. Пошел он в атаку и по троих в итоге встрял и отправился в таверну. Ну, окей. Один фраг для Сирисов. Весьма неплохо. Хоть что-то они у себя уже размочили счет. Юзы грифортификейшн 2 таверить. Подпушили его мир рано. Эрро залетает. Найкс хорошо и выйдет рейджом. Купил себе ПТ-левел 7. Кулинг Блэйд купил себе, чтобы фармить. КС-41 на 4. Нетворст. Ну, это оффлейнер, дорогие друзья. От него требовать многого не стоит. Берем Кокверка. Они по-тотворцу одинаковые. Но где Кокверк, например, да? Который врывается и у него вроде бы все неплохо. 0-1-3 стат, а 3 ассиста. И где Найкс, который 0-1-0. Ну и 13-ая минута встречи пошла. Ну, графики показывают, что потихонечку СНП вроде захватывает все преимущества. По Экспе все так же на 2005 зафиксировался. Активно пытается темпларочку снести тавер. Также активно защищает тавер нас от рент протектора постоянно. Получается-таки по кулдауну закидывает свой ливинг армор. Пытается херить. Ну, аркейн, будь с и есть, маны проблем никаких нет. Даггер, наконец-то, нарисовал своего пака. Это уже интересно. И уже что-то могут придумать и Сирисы. Вот миди, например, цепляет темпларочку. То есть DreamSchool поставить ее на релокейте, залететь с гирокоптером. И, знаете, шансы неплохие сделать фракт. Но здесь моментально АТП. Подтягивается Мирана. Такой своеобразный байт на топларочку получается. Или не получается. Так. Иллюзорио мимо. Ну и это с гирокоптером рядом. Физы у гира. Левел девятый. И у сапог пока. Ну, мне на самом деле не очень нравится такой Ио. То есть я люблю смотреть за Ио, который одевает те боттл, баклеры и всякие прочее, чтобы схилить своего тиммейта, да. То есть он ввязывается к гирокоптеру, кирокоптера пробивает, он его подхиливает, подхиливает, подхиливает бесконечно. Вот это круто смотрится. Атака ее просто бесполезна. Он только разве что в качестве такого доставщика. Тут у нас играет такую роль, да. Доставлять гирокоптера до какой-то драки. Посмотрите, не получается. Тепларочка здесь тауэр. Здесь, вернее, мы инвиз от Мирады. Видят пака. Тепларочка делает ТП. Куда-то вниз смещается. Нас пытается. Цепитесь. Найкс. Найкс цепили. Ну, тресс, конечно. Статик Шторм плюс Кинетик Филд. Грамотный получился. Получилось сделать хорошо. Мирад, тем временем, забирает пака в миде. Так. Ее плюс гирокоптер. Видит здесь Таво. Таво, что будет делать. Физы есть. Ну, прожимает его втроемность и убивает. Ну, размин получился 1 в 2. Опять же, на руку 7 ввиду того, что дали оффлейнера. Забрали оффлейнера и... Да, вот. Ну, и 7 и керри, как получается, да. Пак, он настоялся на легкой линии и фармил. В деревне Таво, правда, забрали и Сириусы 1. То есть Таво Рам 1 в 1. Все хорошо. Здесь, конечно, Таво, забрать не получается. Тренд просто его полностью выхилял Таво. Тепларочка ему внесла уже больше, наверное, чем все ХП у башни. Но, видимо, что восстановил такое количество здоровья у нас, товарищ Тренд. 6-2. 16-й минуты встречи пошла тем временем. Пак влетает. В принципе, хороший выдает Сайленс или Зори Орб. Кого подцепить дальше? Влетает на свою или Зори Орб. Но не было Дримской Оила. Сделать ничего не получилось. На развороте Фодиэра поймал плюхи. Еще и ракетка залетела. И обвинялись любезностями. Был бы, конечно, Дримской Оил. Было бы все по-лучшему, наверное, у Сирисов. Можно было хорошо синициировать и сделать фраги. Но, увы. Фодиэр. Купил себе Драма Фэндженс после Мидаса. Продолжает отрываться, конечно же, Боннет Форс от всех своих оппонентов. И от своих тиммейтов, в принципе, тоже. Потому что ни у кого Мидаса больше нету. Естественно, Топларочка фармит круче. Дальше идем по-прежнему Мирана. У которой Клоус оф Хэст есть Петрилхаммер. Будет делать себе Майор Шторм. И только потом Геракопта. Который купил Агроклаб. 1400 майн, кстати, сверху есть. То есть ПКБшечка совсем скоро может появиться. Ну, у нас точно спокойно карта протекает. Да, вот я не замечаю каких-то прям суперактивных действий от обеих команд. Опасаются друг друга, что ли. Не верят в свои способности. Начало очень бодрое было от СНБ. А сейчас немножечко приутихли. Так, где Многострадальный Найкс? Многострадальный Найкс купил себе Холма Файвилл и Глосс оф Хэст. Ну, наконец-то он покинул свой оффлейн. Пошел бить Эншентов, бить Нейтралов. И фарм у него тоже пошел. Находит Найк, кстати. Здесь Топларочка с дабл дэмэджем. Замедление. Рейдж. Ой, ё, прилетает. Будет с герокоптерами на релакете. Будет пытаться убивать. Та с Флотиэр. Есть ли помощь какая-то? Пак залетает. Эро залетел. Вот она помощь. Но успели разорвать, ребята, из-за Сириуса своего оппонента. И как же здесь не хватало Аквакверка. Где-нибудь бы успел бы вот сюда влететь. И на Кукшоте подошел бы там. Хороший бы момент для Акогов. Но здесь Сириуса молодцы. Вовремя подлетели. Помогли. Фраг сделали. 6-3. Так, Лог пытается случайно тоже снести Тауэр. Опять же, здесь Тренд очень сильно мешает своим лимикарморам. Тауэр у нас в 200 планетах находится от плитмейла. Опять лимикармор и все. Ничего не поделать. На деф приходит Ио. Здесь уже спятлс и кик. Нужно давать броустрайк. Нужно давать броустрайк. Вот тут хитара. И да ладно, успел на Тиздере уйти. Такой момент. Паг дал Элизорер. Пометали Элизорер. И нужно, наверное, все-таки СНБ отходить. Но все не спалились. Игровенно говоря, все спалились. Поэтому, конечно, подставляться никто не будет. Паг окольными путями через Даггер Элизорер. Просто покидает это место. Тембларочка до последнего. Там Эрд один будет грызть медиа. Опять фулл хп-шный он стоит, конечно же. Не, ну Тренд, конечно, это грязь. Ну, тут я не знаю. Ну, просто очень грязный герой. Ну, как против него пушить? Объясните. Ну, может быть, по одному, конечно, тяжеловато. Если пятером собрались и тавер, может быть, и продавили. Ну, и пока нет такой возможности. Ну, если есть, даже они просто не хотят. Нафармился Майл Шторм Теренем Миранна. Приходит Найкс. Кстати, с армлетом. Неплохо. Опан Ванс и Рейдж. Липаут. Тепаут. И смотрите, ее прилетает. Ихватывает дэмэджи. Не хватает дэмэджи. И снова не очень удачные релокейты. Вот такое. А здесь там теперь они на топе тавер забрались и пить. Это, получается, второй таверовый копилку. Сами потеряли они только один. Ну, поэтому показатель у них получше. Цепларочка находит, видим. Рун регенерации покупает Сегер Клаб. Тоже будет делать БКП. У Геррокоптера Митрилхаммер уже есть. В 100 монетах он находится от покупки этого самого заветного артефакта. Пак после даггера ничего нового. И олевел восьмой Трэнкфил Буцзи. Ну и Найкс. Продолжает фармить дальше. Так, Видите пытается цепить тастую плавочку. Хороший, в принципе. Дримскойл поставили. Залетает у нас еще сюда и Колл Таун. И сделали фрагменты плавки. Хорошо, Видите, подломили. Но пока нет у нее БКБшки. Ее так и будут, в принципе, убивать. Главное, Дримскойлом восстановить ее на месте. А дальше Геррокоптер с ее разберутся. Рокот Бердж много дамажа вносит. Флэг Кэнн и прочие. Прочие, прочие. Полезные, конечно, способности. Ну что, фуллбек уже купил себе БКБшечку. Ну и, знаете, ой, так, в терении Найкса пытались зацепить. Килл Тикфилл все, в принципе, не очень точно сделал бага. Малоситай, стилер, будет и Глимс. Климсуют. К Миране поближе. По Деру прям хорошо, в принципе, получилось. Еще одну тычку нужно сделать. Найкс спасти здесь не смог. Ну и Килинг Спрей в пользу Мираны. Заработать себе снова деньги. Ну, Найкс пытается отчаянно, конечно, жить на оффлейне, но вот постоянно его гангируют. Ну, он все-таки больше имеет успеха, наверное, когда фармит эндшитов и нейтралов. Он все-таки хоть какие-никакие артефакты там все вывозит. А на оффлейне он просто фиксит. 7-4, 20-ая минута встреча пошла. Смотрим на графики, видим, у нас... Растет уже преимущество СМП. Опять же, не так бы сильно, как хотелось. Ну и ФТР снова вгрызается от этих тавров. Да сколько можно? Он уже сам, наверное, бесится. Боже, тренд, такой жуткий. Теперь еще и Клиф. Через 15 секунд еще и Ливень Кармор повезет. Ну, такое. Ну что, Аркейн Буцы есть. У Сакига левел 9. Сейчас уже маны будет хватать на весь прокаст. Произвивают смок. Какая интересная вылазка будет, наверное, трента. Или, может быть, Чужие Лиса подцепит гирок. Который, кстати, с ПКБ не так-то просто это будет сделать. Может, опять... Ой, там теряется парочка пошла по тавру. Два трента. Не получилось. Таво находит руну инвиза. Оставляет, чтобы не спалиться. Мало ли. Ну и вот так вот надо идти. Да, все правильно. А то они побежали куда-то на топ линию. Не самый лучший вариант. Выходит первый у нас Клок вверх. Здесь уже подфармил у нас гирокоптер. Вот его можно цеплять. Таво. Видит? Так вырезает. Кукшот хороший. Эрву выдает по таймику. Не успевает. БКБ проведет фуллбэк. И на развороте будет делать прокаст. И пицентр в исполнении товарища Ценкинга. Рокаст хороший убивает. В реале уже видим и Клок Верка. Стягивают сюда ребята из Исириус. Будут проложать драку. Пак уже потратил. Тремскойл цеплять больше нечем. Да. Ну и на этом все прекратилось. Ну и распеняли своего флайнера на суппорт. Не самый лучший размер для Сиен Биг. Кстати, можно подцепить еще Дисраптор. Кинетик филд на развороте он вставит. Есть Лич Сид. Фодиера. Пошли опен ванцы. Угрызается за урда. Хороший дэмэдж выносит. На Исириатом уже нет. Ой, подкопать можно. Хорошо. Синкармар. Пока еще держит этого Найкса. У него сейчас лучшего есть инфест. Бороустрайк по таймнику. Еще пару плюхов нужно дать. Проседает Синкека. Найкс успел уйти. Да ладно, инфест своего пака. Ибьюзает армлеты. Выживает он. Какие хорошие драки получается от Исириус. На грани буквально они действуют. Но какой результат? 8-6. Они уже практически сравнялись по фрагам. А начало было 4-0 в пользу Синб. Исириусы молодцы. Подсобрались. Это вопрос о том, что есть у них мораль. В принципе, то, чтобы побеждать. Ну и пытаются сейчас нести Тава. 22-ая на эта встреча пошла. Сейдж Крип подлетает. Тут БКБшка пока в кулдауне. Драться, по сути дела, ребятам из Синб тоже нечем. Тут парочка не нафармила себя на БКБшечку. Дисраптор у нас имеет за тех шторм в кулдауне. Может быть, глипсанет? Глипсоид. Кеттик Филд. Тринда под Мэлдом. Удар под рефракшнум. Очень-очень больно. Хорошо. Дверение подкапывает. У нас еще товарищ Нэд. Кукшот мимо Таву. Провал. Можно было цеплять гирокоптера. Хотя бы развести на БКБ, если даже не убить. Но не получилось. И теперь заходит Тава. Тава. Бэймэл имеет левел 11-ых. Ушел кулдауне. Баг залетел с Алиц или Зорер. Ну, есть дага. Конечно, он может оттупендриваться сейчас. Поставил Дримскойл. Эро залетает фуллбэк. Но бить нечем. Ставит Коги. Что дальше? Залетел Нэд. Хорошо. Залетел с Бороу Страйков. В принципе, сделали фраг оверграф от Папита. Зурда. Будет бить с руки. Очень больно. Левен Кармор на себя повесил. Пытается драться. До конца убивает. Убивает Чехлок вверх. Зажимает конвейером. Просто противником сейчас погоня за Тепларочкой. Нет, Тепларочкой убежал. И больше бить никого не будут. Ну и снова, казалось бы, плохо начали и Сирисы. Потеряли керри героя. Однако на развороте смогли подраться. Ну, в этом был и хорош пик Найкс. То есть, он свое выформил. И если гирокоптер внезапно у нас... Ой, хорошая Роу. У нас тем временем Папита. Кстати, Шторм Кинетик Филд. Хорошо. Саленс от Пака. Трента пытается спасти. Трент все еще живет. Глимсует его. Будет убивать. Надо знать. Она залетает. Значит, Тепларочка приговорили. И Найкса. Ну и погоня дальше. Ио. Забил на нее Тепларочку почему-то. Пошлась хоть куда-то дальше. Пускай лезать Пака. И улетел. На релокете. Но он сюда вернется. Ну и Пак тоже ушел, видите, на даггере. Так, Кинетик Филд поставили. Сможет ли кому-то подвязаться? С Гирокоптером залетел. Там же БКБ есть. Смечает БКБшечка. Тепларочка в ИО. Впрыгивает еще и под МА. Хорошо. Смелд Удар есть. Минус ИО. Гирокоптер Рокет Берриджи. Под БКБ. Надо просто кайтить. Его кайтит. Хорошо. На этот раз Кукшот от Тавы. И эпицентр залетел от Нета. Замечательно. Минус 4 суммарно сделали ребята из СНП. 14-8. А здесь, конечно, ошиблись. Я вообще ожидал, что здесь ИО-1 должен прилетать и просто умирать. Он подхватил с собой Гирокоптер и подраться здесь явно не получилось. Ну, какой-то странный файт для Айсиреса. Но 14-8. В пользу СНП. Йолнир, кстати, имеет уже Мирана. Посмотрите на эти Дентфорс двух основных персонажей СНП. То есть темпларочка 10500-10400 имеет Мирана. БКБ. Митас. Йолнир. Трамб оф Эншманс. Ну, и БКБ, да, вот. Попил себе эту бабочку только что. Но отставание от того же самого Гирокоптера составляет практически 2500. Даже 3. Плюс к Симусу здесь летал. Кстати, здесь Найкс может стрять. Его здесь видно по Роу-Страйке. Роу залетает. Правда, не точно. Ставит с Кинетик Филл. Ставит их Шторм. Рейдж успел прожать. Моментально Крип этот нейтральный падает. И Йолнир. Будет залетать вместе с Гирокоптером. БКБшка в кулдауне. Можно его, в принципе, это время сбривать. Но Бак поставил хороший. Роу на развороте сзади. Гикер Ди под Йолниром. Такие плюхи он выдаёт. Боже, Гикер Ди до конца. Тринд Протектор. Ритрин Протектор включает на себя Ливинг Армор. Пытается жить, Гирокоптера с Танас тоже возвращается. Ну, и что? Просто инвизит Мираны. Залетает Хоми Миссл. Не точно. Ну, и Сирисы вынуждены наступать. Ну, потеряли, конечно, 7 бис-супортов. А так и забрали нужных персонажей. Они забрали Найкса. Они забрали Оффлейнера. А это круто. Это явно размен в их пользу. 25-ая мембе встречи подходит к концу. 16-10 у нас в пользу CNB. Пока смотрим графики за последние файты. 10 тысяч преимущества внезапно стало у CNB. По XP они выросли на 7 тысяч. Хорошо. 2200 появляется у Кокверка. Всё-таки у Сирисы, видимо, не получается. Ну, и мне немножечко, опять же, непонятен... Непонятна эта связка. Её плюс Гирокоптер. Да, Гирокоптер становится посильнее. Но он включает БКБ. Он собирается с артефактом первым именно БКБшечку. То есть он добавляет всей выживаемости, но дэмэджа никакого. Он приходит за место, его просто катит, его разводит. Ему дают замедление от трэпа, топларочка. И всё, разбегаются в разные стороны. Как только кончилось БКБ, разворачиваемся, бьём лицо. Всё просто. Ио в этом плане ничем помочь ему не может. Так. Снизу атака снова на Найксе под эпицентр. По Роу-Страйке. Эроу залетел точно по таймику. Даже Рейдж не успел проюзать. Можно, в принципе, цеплять дальше. Вот он Ио, вот он Гирокоптер. Прямо на этом... На позитивчике. Давайте, давайте, на кураже. Догонять. Вот сейчас Свинькик пошёл. Нашёл Гирокоптера. Хорошо подкопал. Дополнительно смещается. Колдаун. Залетает Эроу. Эроу залетел точно в ее, который на Тизере сюда подцепился. Конечно же, Гигарди прыгивает дальше под Гилл Гиром и Штарштормами. Разобрали Сиоу. БКБшка. Фуллбек пытается уйти. Не дадут им никуда уйти. Подкопали ещё трэнта. Это будет минус 3, минус 4 суммарно. Ну, просто уже конвейерка. Сириус. Такое ощущение, что сдались. Ничего не получается сделать. На ровном месте уже падают. Ну, и лишаются... Много количества денег. Лишаются, конечно же, экспы. Падают у них то воровцы. Церриальные преимущества у них тоже уходят. Иглосомка у нас у Мирана. Тем временем у товарища Клокверка есть уже. Форстаф. Заход, конечно же, моментально. Нарошана. И у Фодиэра. После БКБшки 2,900 сверху. Кодисон Кик. Хелм оф Айнвилл. 0-3 смана. Будем выходить. Повышение магического прокаста. Ну, артефакт, в принципе, хороший. Тот самый Вейл оф Дискард. Так, ну, Мирана, да, взяла, конечно же, себя Югист. Найк вкупился в Огарклаб после Армлета. Ну, вот после того, как Армлета кумил, он очень часто умирал. Поэтому денег у него было немного. Пак Ультимайтор 1600. Ну, пока мы практически в замесе не видим. Да, он ставит, конечно, Дримскойл. Но после этого он сразу умирает. Потому что пак 1000 хп. А пак 1000 хп, когда у противника есть активные станы, это, конечно, не очень. Так, ну, вот вылазка сейчас как раз на этого пака. Пак все прекрасно понимает. ТП аут и уходит. Ну, в целом, раз уже здесь собрались ребята из Синбит, то нужно допушить еще один внешний тавер. Последний, который остался у ребят из Исириос. Да, на счет этих тавров, конечно, по дигам они неплохо поднялись. Да, уже больше 10 тысяч преимущества. Порядка 12, типа хп тоже 12 тысяч. Ну, пытаются, наверное, разменяться хотя бы таверами. То есть они прекрасно понимают сейчас, что у драка их по Т5 они будут явно слабее. Так что хотя бы какой-то тавер забрать деньги на команду. Ну, вот Вейл покупает себе у нас Секик. Тавер потихонечку падает снизу. Эти тавер забрали, ребята, из Исириос. Я думаю, мы дальше Синбит пойдут. У них все-таки есть Аегис. Номирание там. Иглсон, 2-300. Кстати, Кингарди близко к тому, чтобы купить Абатерфляй. Да, и заход на ХГ. Здесь должны, конечно же, определенно даться Исириосы. То есть отдавать свой лейн никак нельзя. Заход у нас от Фудиера. Под рефракшном. Безмани плохо. Тавер расправляется. Тава тоже здесь. Пага. Глимсанет ли сейчас какого-то героя? Тринта. Нет? Не стал? Пытается по-прежнему разбениться, ребята, изнесились. Ну, остальные ушли на ТПшка. Здесь хороший эпицентр. Да ладно, Бороустрайк под Вейлом. Как же много дэмэджа. Ее пытается уйти. Ее умирает нас фулбэк. Хорошо скостанул БКБ и ТПА. Мог, в принципе, выжить. Там теряем инфест от Пака. Ставится на Тик Шторм весьма неплохой. Накрывает Пака вместе с Тринтом. Боже, что сотворил нас сейчас товарищ Дисраптор? Забирает, конечно же, Пака. Проблема большая у нас. Тринта. Колдаун. Мирада. Мирада тоже будет умирать. Кто потерял на Еге, забрал перед смертью, конечно же, Тринта. Здесь Фодиер. Под БКБшечка расстреливает Гирокоптер. Дальше за ним не пошел. Там потому что у нас где-то бегает Нурда. Зурда, точнее. Зурда. Ну, подкиньте филдаун. Получается медление. Рейдж у него есть. Пытается уйти. Последние плюхи в спину. Очень больные плюхи. Кингер дели баут. И достает. На 5 практически сделали минус 5. Окей, минус 4. Гирокоптеры не убивали. Но. 7-б без потерь. Они потеряли разве что только Аегис. Да, и конечно же будет падать сторона. Нету глипфортификейшна. Падают бараки. Дефать пока нечем. Еще порядка 19 секунд. В целом, если зацепить Гирокоптера, можно попробовать снести еще один лейн. И зафиксировать себе победу в этом матче. Бролстрайк. 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 Адну и бараки тоже валят. Ну что, да, мид. Моментально переключается. Да, все-таки сделали еще один хороший фраг. Который позволяет им, в принципе, еще немножечко подоминировать на базе противника. Дэмонедж покупает себе 4DR. Кингер Ди купил себе Бролстрайк. Но он пока находится в Сэше, в Курьере. Надо бы принести. Гирокоптер Дэмонедж. Пак. Хороший сайлент стал. Лизорер пытается уйти. Тава включил Блэйдмейл. Ну, все, что может. Пак сейчас сделать такие прокасты и убегать. Прокасты много дэма же уже не вносит. Где Масонгенгалл, а вот 14-й. Поинт бустер у Дистраптора будет выходить вагоним. Ну, в целом, довольны. Но мы вполне таким заходом CNP. Укрепили свое преимущество. 31-й минуте встречи. 25-10 у них. Счет по фрагам получается. Ну, и смотрим по графикам. Парк 20 тысяч по деньгам получается. По XP. Тут больше 20 тысяч. Такое уже отыграть, конечно, очень сложно. Бутеро залетает. Пак. Сайлент с Дримской. Кингерди пытается пробить. Ой-ой-ой, промахнулся паром страйком. Пак. Да последний он монсовал. Но фраг сделать не получилось. Мирана. Липал. Ты уходит, что ли? 90 хп осталось. Да ладно. Пак просто не везунчик. Да, и все сматываются. Беда. Елизарь арбом пытается вслепую поймать. Не получилось. Ну что, на развороте подерутся ли CNP. Но без Мирана, наверное, не хочется. Хочется, чтобы она отхилилась. Собралась я свой баттерфляй где-то. Ну и с полными здоровыми. С полным здоровьем. С полным запасом маны. Придет она на линии дальше давить оппонента. Тем более, что три тавара здесь помиду уже подгнысли прилично. Так оставили где-то ему треть хп. Вот что будет. Подъясните, да. Терей на топ лейде. Ну вот эпицентр под Вейлов дискордом. Сбирает они Граньхоптера просто в соло, товарищ Нэт. И Йоу улетает на релокейте без своего керри-героя. Но он сюда приземлится. Поэтому прекрасно понимает об этом, ребята, и Синби. Сейчас будет поставлен кинетик филд. Мне пак залетел, дал Сайленс. Пытается подраться. Тренд тоже со спины. У бага большие проблемы. Оверграмп. Поставил, конечно, тех шторм. У нас не верю, что тоже с шторм спирит. Но... Точнее, дискордом, извините. Но сделать ничего не смог. Нэт. Пытается тоже уйти. Садим в погоне. Тава форстафает своего цинькинга. А тем временем, смотри, что творит и пларочка. Красую. Аккуратненько сплитпушит. Нижний лейн. Заставила сделать глип фортификейшн. И сама тоже всходит. Хоть стейдаус есть. Ой-ой-ой, это же больно. Попита. Если встрянет под один мел, будут большие проблемы. Ждет, когда кто-то выйдет у нас из базы. Вот он найкс с энджой. Бороу страйк. Удар. Еще удар. Смелда удар. Инфест на развороте. Найкс. Криты не работают. Вот он крит. Еще один крит нужно дать. А дальше будет раскладывать оппоненту. Тау включил бейтбелл немножечко. Зря. Ну, догрызает. Тритавр мы видим. Потихоньку-потихоньку. Пробивает его. Юзается, опять же, тот самый ливинг армор. Кулдаун. Хоть как-то так дать противника. Флаггенны, чтобы расстрелять. Флаггенны пока не юзаются. Оставляет на замес. Если такое вообще будет. Йо. Бурнал левел 11. Ну, герокоттер демонейш. Надо бы купить себе это к ДМКБ. Но денег не хватает. 5 смертей тому виной. Эрол. О, точно. Да как так-то? Фуллбэк. Ну, нарвался на 4 секундочку. Вейл. Бороу страйк. Фуллбэк в таверне моментально. БКБшки пройдут. Оверграфт. Ладно, спасает. Еще отвозит его в таверне. На паузу, точнее, этого герокоптера. Отравился таверн на страйк. Сминус так же тренд. Плак. Спятался у нас. Шифт. И ушел. Ну, ее сюда вернется. Герокоптер. БКБшки. Тау пытается разглядеть. Эрол на развороте. Как же больно. Фуллбэк. По всем прокастам. Дэмэджа не хватает. Снэккэдов отправляется тоже в таверну. Здесь, конечно, криты уже не прощают. Тут поймали. Чензи Х тоже. А, ну и Зурда подставился под статик шторм. Ну, как-то так у нас получилось. Собственно, и Сирисы держались до последнего. Опять же, одна плохая драка. Одно неловкое движение. И Синби моментально воспользовались таким преимуществом, собственно. Ну, и сказалось, конечно же, подфит Найкса. И не самое лучшее исполнение ИО+. То есть Гирокоптер. Поздравляем Синби. Они заслуживают еще одну победу себе. Зарабатывают себе еще одну победу. У них становится 3-1 счет. У Сирисов 0-4. Ну, в целом, фавориты пока выигрывают. Собственно, аутсайдеры пока проигрывают. У нас в рамках квалификации каких-то неожиданностей не предусмотрено. Ну что, ребят, будем прерваться в небольшую паузу. Дальше у нас ждет очередной матч. Начинаются матчи с исполнением и с участием команды CNA. Два подряд. Сейчас будут играть против Ревенжа и потом против Несс. Так что, достаточно интересные матчи. Далеко не разбегайтесь. С вами сегодня Адекват. Подписывайтесь на паблик vk.com.shadequat.tv Посещайте наш официальный сайт, посвященный international.t4.starlader.tv Там вся информация, в принципе, о текущих играх есть. Ну и...